Умирающее светило, доживающее последние мгновения своей звездной жизни. Кроваво-красный шар раскаленной плазмы в агонии, пронзающей протуберанцами холодный вакуум. Две могущественные силы ведут борьбу в его глубинах. Они то увеличивают звезду в десятки раз, то заставляют ее резко сжиматься, чтобы в следующий миг опять воспылать с новой силой. Одна из таких трансформаций станет для светило последней. Никто не способен точно предсказать этот момент. Подобную эпическую картину мог бы увидеть космический путешественник, приблизившись к Си-Дабл-Ю-Льва, пульсирующему красному гиганту, который вот уже тысячи лет яростно бьется в предсмертной агонии. Первый космический В шестистах пятидесяти световых годах от Земли расположено величественное светило под названием IRC-102-16, известное также как Си-Дабл-Ю-Льва. В пике пульсации его радиус может достигать 560 солнечных, что примерно в 2,6 раза превышает расстояние от Земли до Солнца. Если же мысленно поместить Си-Дабл-Ю-Льва в центр нашей системы, то его поверхность поглотит все планеты вплоть до Марса и достигнет внутренней границы пояса астероидов. При этом масса звезды сравнительно невелика и лежит в пределах от полутора до четырех солнечных. Температура ее поверхности составляет всего лишь 2300 кельвинов или примерно 2000 градусов Цельсия. Однако светило испускает в среднем 8,5 тысяч раз больше энергии, чем наше Солнце, благодаря своим невероятным размерам. Как и все красные гиганты, Си-Дабл-Ю-Льва находится на финальной стадии своего жизненного цикла. Его возраст точно не определен, однако известно, что он составляет несколько миллиардов лет. Предполагается, что в начале своего пути светило представляло собой бело-голубую звезду массой от трех до пяти солнечных. Однако около миллиарда лет назад значительная доля водорода в составе Си-Дабл-Ю-Льва выгорела, превратившись в гелий. Постепенно опускаясь вниз к центру звезды, гелий вытеснил остатки водорода, сформировав раскаленное ядро, не принимающее участие в термоядерных реакциях. Этот процесс характерен для всех светил, масса которых близка к солнечной, и является отправной точкой для их трансформации в красные гиганты. Внутреннее давление звезды заставляет ее сильно увеличиться в размерах, в результате чего внешние оболочки светила становятся более разреженными и нестабильными. Диаметр космического объекта увеличивается в десятки раз, а цвет постепенно меняется на кроваво-красный. Тем не менее, в глубинах светила продолжается термоядерная реакция, благодаря которой давление и температура звездной плазмы растут. В определенный момент начинается цепная реакция слияния ядер гелия с образованием углерода, так называемая гелиевая вспышка. Это сложный многоуровневый физический процесс, который радикально меняет внутреннюю структуру звезды. Ее ядро становится невероятно горячим, а внешние оболочки напротив охлаждаются и темнеют. В настоящий момент CW-льва содержит огромное количество углерода. Однако его массы не хватает, чтобы перейти на следующий уровень ядерного синтеза. В итоге термоядерный пожар в недрах объекта становится нестабильным. Когда он начинает затухать из-за нехватки топлива и температуры, звездное вещество постепенно остывает и сжимается под действием гравитации. Из-за этого недра светила вновь разогреваются и реакция вспыхивает с новой силой. Получив новую порцию тепловой энергии, звездное вещество вновь расширяется, прерывая горение. Предполагается, что этот циклический процесс и лежит в основе периодических изменений яркости звезды. CW Льва пульсирует с периодом в 649 дней, достигая максимальной светимости в 11300 раз превышающей солнечную. В нижней же точке цикла объект излучает в 6250 раз больше энергии, чем наше Солнце. В момент сжатия верхние слои звездного вещества частично отрываются от светила, пополняя собой углеродно-кислородную газовую туманность, окружающую гигант. Согласно расчетам, этот процесс заставляет CW Льва ежегодно терять 4 умноженное на 10 в 22 степени тонн вещества, что примерно в 7 раз превышает массу Земли. Наблюдения показывают, что возраст околозвездной туманности составляет не менее 69 тысяч лет. Причем ее масса равна примерно полутора солнечным, а размер достигает 84 тысяч астрономических единиц. Туманность имеет сложную структуру, которая содержит утолщение и скопление газа, а также полудуги и неровные кольца. Считается, что причиной этому служат магнитная активность и звездный ветер, создаваемый нестабильным близким светилом. Химический состав облака, окружающего CW Льва, вызывает огромный интерес у исследователей. Данные спектрального анализа показывают, что в нем содержится около 70 различных химических соединений, например, углекислый газ, вода и аммиак. Кроме того, туманность содержит множество элементов из верхней части таблицы Менделеева вплоть до железа. Вполне вероятно, что в прошлом у CW Льва были планеты. Однако они, по всей видимости, были поглощены им еще на стадии расширения. Во всяком случае, многолетние наблюдения не обнаружили явных следов их существования. Зато еще в 1994 году были зафиксированы едва заметные искажения орбиты светила. А в 2017 году обнаружены загадочные смещения вещества в газопылевом облаке, окружающем звезду. Их причиной может быть небольшой красный карлик, обращающийся вокруг гиганта. Однако его излучение пока что так и не удалось зафиксировать. Причиной этого может служить расположенная неподалеку туманность, которая рассеивает и переизлучает поток энергии от близких источников света. Это явление маскирует любые объекты поблизости, не позволяя как следует рассмотреть их. Предполагается, что масса гипотетического звездного спутника CW Льва заведомо меньше солнечной. А на полный оборот вокруг гиганта он тратит примерно 100 лет. Другим интересным фактом является относительно высокое содержание воды в окрестностях и оболочке светила. Изначально считалось, что звезда, расширяясь, расплавила и поглотила ледяные кометы. Однако наблюдения, проведенные в 2009 году, показали, что температура некоторых спектральных линий доходит до 1000 Кельвинов, что возможно лишь в том случае, если водяной пар образуется непосредственно во внешних оболочках гиганта. Данный факт не укладывался в признанную на тот момент модель строения красных гигантов. Согласно ей, весь содержащийся в звездном веществе кислород, необходимый для синтеза воды, должен был полностью уходить на образование угарного газа. Для объяснения происходящего была предложена новая гипотеза. Согласно ей, молекулы оксидов кремния и углерода разрушаются мощным ультрафиолетовым излучением. После этого освободившийся кислород вступает в реакцию с водородом, образуя раскаленный водяной пар. Слабым местом данного предположения остается вопрос об источнике ультрафиолета. Подобные реакции могут идти только при достаточно высокой температуре, то есть внутри звездного вещества. Однако, оно практически не пропускает космические лучи. Этот парадокс может быть разрешен предположением, что из-за нестабильности светила на его поверхности периодически возникают крупные разрывы и области с пониженной плотностью, более открытые для ультрафиолета. Общая масса водяного пара в атмосфере и внешних оболочках звезды оценивается в несколько квинтиллионов тонн. Эта величина кажется огромной, однако на самом деле вода составляет всего лишь порядка одной миллиардной доли от общей массы светила. Согласно современным представлениям об эволюции звезд, CW Льва доживает последние мгновения своей жизни в качестве красного гиганта. В течение ближайших 10-30 тысяч лет он окончательно истратит свое звездное топливо, после чего сбросит внешние оболочки в мощнейшем взрыве. На месте светила останется невероятно горячий и плотный космический объект Белый Карлик. Его масса составит около 80% от солнечной, а температура в первые секунды после образования достигнет нескольких миллионов градусов. Однако без источника энергии он обречен на миллиарды лет медленного, но неотвратимого угасания. В конечном итоге небесное тело станет почти невидимо на фоне космической пустоты, превратившись в загадочный черный карлик. Но это произойдет еще очень, очень нескоро. Ударная волна и зашкаливающая температура в центре взрыва породят на свет новые элементы, которые невозможно получить в недрах звезд. Например, уран, золото и свинец. Впоследствии они станут частью новых небесных тел. Миллионы лет спустя радиоактивный распад согреет недра планет, расплавит льды и насытит океаны микроэлементами, создав условия для зарождения жизни. Вселенная постоянно эволюционирует, и этот процесс немыслим без глобальных катаклизмов и разрушений. Но в конечном итоге после каждой грозы следует новый рассвет. и с грозы на с рассвет. Продолжение следует...